На вокзале станции «Тоннельная» спортсменов ждали родные, болельщики, коллеги по спортивному цеху и, конечно же, те, благодаря кому не получили путевки в большой спорт. Миллионы россиян примкнули к экранам телевизора и смотрели, как выступают наши спортсмены. И мне, как президенту Федерации «Хоккея на траве Краснодарского края», президенту спортивного клуба «Смены по хоккею на траве», очень приятно, что наши воспитанницы достойно представляли Российскую Федерацию. Роман Насибович рядышком со мной сегодня встречает наших хоккеистов, потому что львиная доля заслуг в развитии хоккея на траве легла на его плечи. Он много сделал для этого и сегодня по праву разделяет со мной здесь эту радость. Серебряная медаль – это достойно. Я надеюсь, что девчата, она больше способна. Когда-нибудь этой медали же Олимпиада будет уже. И всех поздравляем, и Анапа, и вас всех вместе. Я думаю, что оправдаем доверие в дальнейшем. Поезд прибыл. Всем хотелось поздравить призеров «Универсиады», которые стали гордостью нашего города. Ура нашим замечательным спортсменкам! Все мы следили за игрой нашей команды. Радовались, когда российские хоккеистки выиграли у сильнейшей команды из Японии, которую считали главными соперниками. Но вот команде из Кореи уступили. В итоге у россиянок серебро. Первое интервью серебряных призеров нашему телеканалу. Защищали хорошо, упорно. Ну, до конца совсем не смогли защитить ее, так как второе заняли. Хотелось бы первое, но старались. Как мы и ожидали, кореянки также были очень быстрыми, юркими. Мы готовились, готовились. Мы это ожидали, но, видимо, чего-то не хватило немножко. Сейчас будет восстановительный период, я думаю. Немножко восстановимся. Потом продолжим чемпионат России со своим клубом. Также зарабатывать очки, стремиться все выше, выше и выше. Лариса Басова, Андрей Стародубцев, Анапа. Регион.